Андрей, о художнике что-нибудь расскажите, то, что не написано там, ну или вообще. У нас было такое народное население, которое называлось Харбинцы. Русские люди, которые в императорские, в царские времена поселились на территории Китая для обслуживания китайской восточной железной дороги. Когда пришли коммунисты к власти, это такой оказался англаб, который не очень-то нужно было и советской власти, и легко на них было спихивать всякие антисоветские происки. Они жили, у нас несколько художников, которые оттуда, то есть связаны с этой историей, они жили, как бы продолжая традиции русской империи. Частная собственность, песни, гимназии, рыночные отношения, никаких большевиков и т.д. Вот, и Белокрымов Иван Васильевич жил, он был из байкальских казаков, и жил под казачьей властью, под императорской, потом под китайской и японской, там Манчжурия это было, Манчжоу-Гома, реонерочное правительство. Вот, и во всем этом он вертелся, то есть история была очень богатая. Но потом, когда после Великой Отечественной войны пришли уже красные, китайцы и советские войска, он стал гражданином Советского Союза. И однажды, гуляя по улице, его просто забрали, когда он ходил по улице. Но самое интересное в этой истории, на что я всегда обращаю внимание, что мне очень, как отцу, важно, когда его забрали, семье не сообщили, а у него была беременная жена, вот так делалась Оксана, девочка. И пять лет он сидел и не знал, кто у него родился, и не знал, потому что они переехали, и он писал письма по старому адресу, писал письма, писал письма ребенку, которого он не знает, мальчик это или девочка, и писал, как бы, просчитывая сроки, писал для годовалого, для двухголового, иллюстрировал, рассказывал, что такое растение, рисовал, ну, как бы, ботанику, вот, дидактические такие письма писал. Подождите, а вот была выставка папы в Ельцин-центре, там... Да, папины письма, там фрагмент был, сбил крыло. И вот эти письма, его... Вот вы когда сказали, я сразу вспомнила. ...распрашенные открытки, они тоже были. Вот, это самое трогательное в этой истории. А за что его забрали-то? Тем более на улице. Ну, статья 58-я часть 10-я, это обычная антисоветская деятельность, ну, а формальный повод, что он формально, там, не знаю, трудовой книжкой, по документам, он работал при несоветских правительствах, то есть, там, при японском, при китайском, и там, и там, и там, и там, и там. И получается, что отец вышел из дома погулять, или там, по делу, и просто пропал. Да. И они не знали. И пока один из его сокамерников не откинулся, то есть, не освободился, и уже, там, приехал по адресу, узнал, они уже переехали в Тюмень, вот, передали его адрес, и началась уже переписка. Пошла же. А письма, которые он посылал, они не получали. Они, как бы, отправлялись по старому адресу, но они сохранились. А как они сохранились? То есть... Я деталей не знаю. Вот, но сейчас их можно посмотреть, и куда я думаю, что мы с Оксаной Ивановной сделаем какую-нибудь встречу со зрителем, она принесет, покажет и расскажет. То есть, те письма, которые были на той выставке, они тоже, они у нее хранятся? На той выставке был монтаж, там что-то сделали станы, а оригиналы у нее хранятся. Вот, потом ему дали в 49-м году 25 лет, он должен был выйти, соответственно, в 64-м году. И как же так через... Умер Сталин, и все. Вот сегодня Мосин Алексей Геннадьевич рассказывал на Ехе Москвы о том, что ГУЛАГ кончился со смертью Сталина. Хотя у меня к этому отдельная своя собственная позиция. ГУЛАГ, он внутри каждого из нас. Кто же писал эти 100 тысяч доносов, как говорил Давлада? Вот. И мне кажется, вот эта вот акция... Ну, акция памяти, когда читают, нужно, чтобы все прошли через это, чтобы люди поняли, что, ну, как бы это, чтобы не винили только лишь Сталина, а понимали, что вот это такая зараза, которая пронзила все общество. Люди сдавали соседей для того, чтобы занять их квартирой, для того, чтобы там занять их корову, порой даже жену. Вот. Такая история. Вот он освободился в 1954 году и поехал в Тюмень, Свердловск, уже нашел семью, встретился. И работал в драматическом театре художником Бутафором. У него всего лишь одна запись в трудовой книжке. Он всю жизнь работал в Бутафорном театре. По-моему, она другой театр называла. Тюз, кажется. Да, Тюз. Тюз, Тюз. 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 Тюз.